Дорогие друзья, здравствуйте! Я очень рад быть вместе с вами вновь в очередном информационном блоке от Славянской Церкви 27 дня здесь в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины. Хочу сказать в первую очередь о том, что в эту субботу проповедует служитель нашей Церкви Илья Гриневич, и я прошу вас искренне, чтобы вы молились за его служение. Мы очень благословены служением этого молодого брата и надеемся, что Бог вновь будет его использовать для того, чтобы донести свою весть до каждого из нас. Также в эту субботу утром у нас будет служение благословения детей. И если у вас есть маленький ребенок, и вы бы хотели, чтобы он тоже стал частью этого служения вместе с вами, пожалуйста, обратитесь ко мне как можно скорее, чтобы мы могли подготовить свидетельства для вашего ребенка об этом событии. Так что жду вашу информацию по этому поводу. Вместе с семейным отделом нашей Церкви мы начинаем цикл очень интересных встреч. Тут на этих встречах у вас будет возможность услышать опыты других людей, как они строили семейные отношения. Поделиться своим личным опытом, как все у вас складывается. Сможете позадавать вопросы друг другу. Это будет время, когда мы будем слушать интересные семинары. Сразу скажу, они будут небольшими, они не будут утомительными. Мы сможем познакомиться с новыми друзьями. Будет приятное общение за чашкой чая и вкусностями всякими. И самое главное, это будет возможность, когда мы сможем стать ближе друг к другу. Мы для того, чтобы эти встречи прошли наилучшим образом, разделили все наши семьи по опыту семейной жизни. То есть, будет такая категория. Люди, которые прожили вместе от 0 до 5 лет. Потом другая категория 6-10 лет. Потом 11-20, 21-30 и 31-40 лет. А потом будет встреча, куда мы пригласим все семьи, все, кто сколько отражал. Я думаю, что это будет очень интересно, так как каждая семья в своем возрасте имеет свои проблемы, свои радостные моменты и свои переживания. Поэтому это будет очень-очень интересно. Руководитель семейного отдела уже свяжется с вами ближе к каждой встрече непосредственно. И расскажет вам о всех деталях, которые вы должны учесть для того, чтобы стать участниками этих встреч. Первая встреча будет проходить 17 февраля в 5 часов вечера. И мы приглашаем сюда семьи, которые прожили вместе, как я уже говорил, от 0 до 5 лет, 5 лет включительно. Так что, друзья, не пропустите объявления наши, как только будете слышать, что мы собираем вашу возрастную категорию. Записывайтесь, это будет очень-очень приятно. Если же вы не являетесь еще членами нашей церкви, то есть ваша семья, и у нас нет ваших данных, то есть адреса или номера телефона, обязательно обратитесь к Наталье Демерджи, вы сейчас увидите ее номер телефона. И скажите, что вы тоже хотели бы принять участие в подобном мероприятии. Тогда она вас запишет, и когда придет ваше время, она обратится к вам с сообщением о деталях этого мероприятия. Друзья, дорогие наши семьи, мы очень надеемся, что эти встречи, они будут благословением для каждого из нас. Скажу по-другому. Я уверен, что они будут благословением для каждого из нас. Поэтому не пропустите ту субботу, тот вечер, когда будут сыграть вашу возрастную категорию. Также у нас есть еще один проект, который мы хотим осуществить на базе нашей общины. Мы хотим организовать новый клуб социального и духовного развития. Этот клуб будет направлять свое служение или свою работу следующим образом. Встречи будут проходить по средам, в то время как в этой части помещения офисной у нас проходят встречи искателей приключений и следопытов, то в основном зале мы будем собирать всех тех, кто повзрослеет. Цель этого клуба, она будет иметь несколько таких пунктов, которые мы преследуем. Первое. Там будет молитвенная часть. То есть, если у вас есть какие-то просьбы, которых вы бы хотели, чтобы мы вместе молились, вы можете приходить туда, переносить ваши молитвенные просьбы. Будет коротенькое духовное наставление и будет вот этот молитвенный блок. Кроме молитвенного блока и вот этой духовной части небольшой, мы хотим, чтобы на каждой такой встрече был и социальный блок. На эти социальные блоки мы будем приглашать врачей, мы будем приглашать юристов, мы будем приглашать работников банка, мы будем приглашать работников сферы недвижимости, мы будем приглашать психологов, мы будем приглашать людей, которые работают в разных сферах направления, для того, чтобы они могли рассказать о деталях и особенностях вот этого направления жизни в Соединенных Штатах Америки. Например, когда мы пригласим врача, главную цель, которую мы перед ним поставим, это вопрос медицинского страхования. Какие есть виды медицинского страхования, как получить то или иное медицинское страхование, кто на какое медицинское страхование может претендовать в этом государстве. То есть мы попросим, чтобы он как можно шире открыл эту тему. И я думаю, что этот вопрос, он интересен для всех. И для тех, кто уже давно живет в Соединенных Штатах Америки, и для тех, кто лишь недавно приехал. Итак, на каждой встрече мы будем приглашать какого-то специалиста, который будет открывать практические знания для каждого из нас, чтобы мы могли лучше тут справиться с теми вопросами, которые возникают в нашей самой жизни. Поэтому, друзья, на эти встречи приглашайте всех ваших друзей, ваших знакомых, тех, как я уже сказал, кто давно здесь в Соединенных Штатах Америки, и тех, кто лишь недавно приехал. Ну и кроме того, что тут будет духовная часть, тут будет вот такая познавательная социальная часть, это все же еще чудесная возможность познакомиться с новыми людьми, завести новых друзей. И кто знает, я уверен, Бог будет использовать эти встречи и эти знакомства для того, чтобы приводить людей и ко Христу. Поэтому, друзья, братья и сестры, уже в ближайшую неделю мы подготовим небольшой рекламный блог, мы будем говорить об этой программе в соцсетях, но в первую очередь говорю об этом вам и прошу, чтобы вы и молились за этот проект, и активно принимали в нем участие. То есть, приходили сами и приглашали ваших друзей и знакомых. Первая встреча будет 28 февраля, в среду 28 февраля. И так как у нас параллельно будут проходить встречи для детей, то если кто-то придет с маленькими детьми, ну, с маленькими, скажем так, у нас искатели занимаются с детьми от 5 до 10 лет, а следопытно занимаются с детьми от 10 лет до 15 лет. Поэтому, если у вас дети от 5 до 15 лет, то вы сможете их привезти сюда на их занятия, а сами стать частью нашего клуба духовного и социального развития. Мы еще не придумали ему название, но к следующей неделе название уже будет, и вы услышите о нем в соцсетях. Поэтому еще раз, пожалуйста, молитесь об этом проекте. Еще одно объявление, с которым хочу к вам обратиться. С 11 по 17 февраля на территории Соединенных Штатах Америки и не только объявляют пост и молитву за Украину и за ту ситуацию, которая там сложилась. Конечно же, мы все очень хотим, чтобы эта война прекратилась и чтобы страдания закончились. Но еще большая просьба, чтобы при этих обстоятельствах люди могли найти Господа. И я уверен, что Бог остановит кровопролитие. Он остановит ту беду и те разрушения, которые там происходят. Ведь есть какая-то цель, которую Бог хочет достичь, используя те обстоятельства, в которых мы люди оказались. Поэтому, пожалуйста, вся эта неделя с 11 по 18 февраля мы хотим усердно молиться за Украину. Наша же церковь, я выбрал, друзья, 16 февраля, это пятница, когда мы объявим пост и молитву по этому поводу. Помните, с 11 по 17 февраля мы молимся особенным образом всю неделю, а 16 февраля наша славянская церковь, мы объявляем пост и молитву всей нашей церкви за ту ситуацию, которая сейчас в Украине. Еще одно объявление. Друзья, Марийка Солобинка ищет свою Библию. Библия в русском переводе в кожаном коричневом переплете. Для нее она очень дорога, потому что там все стихи, которые она подчеркивала, все заметки, которые она делала, где-то она пропала в субботу 20 января. Поэтому, если вы видели ее, или может кто-то случайно положил ее себе в сумку, такое бывает, когда много людей и активное общение, пожалуйста, если эта Библия где-то находится и вы знаете об этом, где она, принесите просто ее в субботу, Марийка будет вам очень-очень благодарна. Ну и последнее из рубрики объявления. Ко мне все чаще и чаще обращаются люди, которые ищут спонсора по программе United for Ukraine. Если у вас есть такая возможность выступить спонсором в этой программе, пожалуйста, отзовитесь, вас очень сильно нуждаются. Молитвенный блок. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ларису Подоляка. Мы не перестаем вспоминать также о Сонечке, о ее лечении. Продолжаем, конечно же, молиться за ситуацию на Ближнем Востоке и ситуацию в Украине. И в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это псалом 9, 2 и 3 стихи. Буду славить Тебя, Господи, от всего сердца расскажу о всех Твоих чудесах. Буду радоваться и торжествовать о Тебе. В песнях имя Твое прославлю Всевышний. Дай Бог, чтобы в нашей жизни Бог всегда был прославлен. Желаем вам всего самого наилучшего, дорогие друзья. И до встречи на наших служениях уже в эту субботу, тут, в Цепи или же онлайн. Продолжение следует...